Здравствуйте дорогие кировчане! Вы слушаете спорт с Медведевой на волне 101.0 FM, Эхо Москвы в Кирове. Телефон студии 708-502. Готова ответить на любые ваши вопросы. Надеюсь, что интерес к спорту по-прежнему у вас сохранился. Расскажу вам о том, что происходило в спортивной жизни вятки и не только в феврале месяце, в марте месяце. И расскажу о том, что предстоит нам в ближайшее время. Что можно посмотреть, куда можно сходить. Самым главным событием в управленческой системе спорта Российской Федерации была коллегия Министерства спорта России, которая состоялась в Москве. Первый день она проходила в Министерстве спорта, второй день в подмосковной базе олимпийской подготовки в Подольске. и проходила 12-13 мая. На самом деле, вроде бы казалось бы, обычная тусовка чиновников, но вот такие тусовки, они очень много дают для внутреннего развития регионов, потому что это бесценный опыт, которым можно поделиться друг с другом, и позволяют задать любой вопрос министру спорта, что тоже немаловажно. У нас сразу звонок в студии, слушаю вас. Здравствуйте, Светлана Владиславовна. Здрасте. Меня зовут Виталий Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот очень нравится бассейн Быстреца, но почему-то нет медицинского обследования перед тем, как запускать людей в воду. Вот недавно плавал мужчина, вообще вся спина в чире их плавает, и здесь же дети занимаются. Это первый вопрос. И второй. Есть ли какая-нибудь информация, почему заморожен терраспорт у Дворца Пионеров? Спасибо. Спасибо за вопросы, они очень актуальны. Вы знаете, по поводу требования справок в плавательных бассейнах, уже больше года, порядка двух лет, действует постановление Роспотребнадзора о том, что требовать справки в бассейны запрещено. То есть это определенное нарушение прав человека. На самом деле чисто не там, где проверяют все так досконально, а там, где как следует соблюдают технологии обработки воды. Поверьте мне, что в бассейне Быстреца это все соблюдается в идеальном варианте. И при любых там каких-то сложностях того, что посещает очень много людей, люди посещают разные, анализ воды в этом бассейне всегда идеально хороший. По поводу того, что есть человек с какими-то кожными проблемами, которые визуализируются взглядом, тут с вами, наверное, могу согласиться, что у медика в плавательном бассейне, наверное, могли возникнуть основания попросить у него отдельно справку от дерматолога. Но в любом случае, спасибо, что сказали. Мы этот вопрос с работниками Быстреца обсудим. А в массовом порядке на сегодняшний день справки требуют в плавательные бассейны запрещено. По поводу терраспорт. Действительно, по-прежнему остаюсь человеком убежденным в том, что нам с вами нужны любые спортивные объекты, как государственные, так и частные. Поэтому всегда благосклонно относилась к перспективе появления такого объекта, как терраспорт, в городе Кирове. По моей последней информации, финансовая ситуация у владельца группы компании Коперник Александра Сенаторова выровнялась, и он готов возобновить стройку. Там, скорее всего, существуют какие-то строительные моменты по согласованию. К сожалению, в этом вопросе я не специалист и не могу вам дать точного пояснения, в чем там загвоздка, но точно знаю, что Александр Геннадьевич готов продолжить стройку и завершить ее, и подарить городу Кирову такой прекрасный спортивный объект с плавательным бассейном и шестью спортивными залами для различных видов фитнеса и для йоги. Пока звонков больше нет, вернусь к коллегии Минспорта. Но давно не видела воочию, в течение такого длительного времени, практически два дня, министр спорта Российской Федерации была очень рада констатировать, что он в прекрасной спортивной форме. Его боевой дух после таких соревнований, как в Сочи, понятно, что на высоте. Вообще, мое твердое убеждение, что Виталий Леонтьевич очень сильный государственник, человек, который знает государственную систему устройства, имеет ресурс определенный в правительстве Российской Федерации, и во многом благодаря ему удается сохранять устойчивое, позитивное развитие, даже в момент такого тяжелого кризиса, который сегодня поразил нашу страну и страны, окружающие нас. В чем это заключается? Ну, в первую очередь, в том, что ни один проект по поводу проведения крупных международных соревнований, которые России предстоит провести в ближайшие годы, он не отменяется, не замораживается. Наоборот, идет подготовка полным ходом. И ближайшее событие, которое произойдет в Казани в этом году, это чемпионат мира по водным видам спорта. В дальнейшем нас ожидают и чемпионат мира по хоккею с мячом, и, конечно же, чемпионат мира по футболу. Сейчас ведется многосторонняя подготовка к этим всем мероприятиям. Она заключается и в строительстве спортивных объектов, и в подготовке судей. И вот новое, ну, не веяние, а, наверное, новая система, которая зарождается у нас в спортивной отрасли и будет в ближайшее время уже нормой жизни, это то, что постепенно наряды полиции, которые обслуживали крупные спортивные мероприятия, будут заменяться так называемыми контролерами-распорядителями. Каждый игровой клуб и даже неигровой, любое спортивное учреждение, любой спортивный объект обязаны будут иметь, ну, может быть, не в своем штате таких людей, может быть, эти люди будут волонтерами, но на спортивной организации будет возложена обязанность по подготовке таких людей и по обеспечению безопасности во время проведения всех крупных спортивных мероприятий. И вот как раз на коллегии Минспорта выступал заместитель министра внутренних дел Российской Федерации, и об этом тоже шла речь. Ну, в городе Кирове полиции огромное спасибо, они всегда откликаются на наши просьбы, но, тем не менее, для спортивных клубов в ближайшее время предстоит большая и серьезная работа по тому, чтобы взять на себя основной груз по обеспечению безопасности при проведении спортивных мероприятий. Второй вопрос, который вот на сегодняшний день, наверное, выходит на первое место, даже уже превосходит по значимости на ближайшие годы подготовку основных составов сборных команд России, потому как с этим уже более-менее наведен порядок, определены принципы формирования сборных команд России по различным видам спорта, определены принципы их финансирования, и, в общем-то, более-менее все налажено. Но все понимают, что наши дальнейшие успехи в спорте, а такая задача по-прежнему стоит, чтобы не только много людей в Российской Федерации посещало спортивные залы, бассейны и катки, но и чтобы на выходе у нас всегда были спортсмены, которые смогут защищать флаг нашей страны и поднимать его на самый высокий уровень на любых соревнованиях. Подготовка спортивного резерва. Что это значит? Это значит, будет особое внимание детско-юношеским спортивным школам Олимпийского резерва. Вообще при Министерстве создан Центр подготовки спортивного резерва, который уже начал аккумулировать данную работу. В дальнейшем планируется финансовая поддержка со стороны Федерального центра именно школам Олимпийского резерва. И тут еще один важный момент. Не знаю, все ли наши радиослушатели глубоко погружены в спорт, настолько глубоко, чтобы вот это понять, но на сегодняшний день все наши спортивные школы – это учреждения дополнительного образования. И с этим связаны определенные условия их работы, определенные ограничения по возрасту занимающихся, по протяженности занятий, ну даже по тому, во сколько может начинаться тренировка и во сколько она должна заканчиваться. Вот в связи с этим, что сейчас формируется, продолжает формироваться спортивная отрасль со всеми ее атрибутами, то есть это не только Министерство, не только сборные команды России, но еще и множество спортивных учреждений, именно спортивных, предлагается всем школам, особенно со статусом Олимпийского резерва, рассмотреть вопрос о переходе на новые формы работы. То есть с начала 2016 года они должны перестать быть учреждениями дополнительного образования, а стать учреждениями спортивной подготовки. Это значит, что на них будет налагаться особая задача по подготовке именно спортивного резерва. И здесь уже во главу угла встают такие показатели, как спортивное мастерство и ориентирование на высокий спортивный результат, начиная с самого раннего возраста занимающихся. Это ни в коем случае не значит того, что сейчас мы прекратим принимать в спортивные школы ребят 3-4-5 лет, то, что все так будет сориентировано только на Олимпийскую медаль. Абсолютно нет. Практически для потребителей вот этих услуг, для родителей, желающих привезти ребенка в спорт, ничего не изменится, ваши дети точно так же будут заниматься, но при проведении каких-то соревнований, контрольных испытаний будет больше акцент уделяться именно спортивным достижениям вашего ребенка и в дальнейшем при переходе на следующий этап подготовки этому будет уделяться более важное внимание, нежели это сейчас. В любом случае, все, кто желает заниматься, будут заниматься, а те, кто будет иметь высокий результат, в них появятся еще большие перспективы. Ну и огромным плюсом будет то, что не будет предельного возраста в этих учреждениях. Если человек будет показывать стабильно высокий результат в возрасте не только 18, но 20, 25 и даже 30 лет, у тренера будет возможность этого спортсмена оставлять в том учреждении, в котором он его тренирует. Ну вот, это о спортивном резерве. Очень важным вопросом по-прежнему остается развитие спортивной инфраструктуры. Во многих министерствах федеральные целевые программы по строительству прекратили свое существование. В Министерстве спорта Российской Федерации федеральная целевая программа, основной частью которой является строительство спортивных объектов в регионах и на федеральных спортивных базах, она будет работать еще 5 лет. То есть 2016-2020 годы они остаются актуальными, и каждый регион получит возможность еще построить какие-то спортивные объекты. Ну, по каким правилам там будет развиваться событие? Будут мощные объекты для развития, так сказать, тренировок для мастерства, и больший уклон здесь будет именно на федеральные базы спортивной подготовки. То есть у нас есть высшие учебные заведения, институты физкультуры, при которых строятся спортивные объекты, где тренируются в том числе и олимпийцы. Есть несколько опорных баз по подготовке спортсменов по различным видам спорта, и туда будут вкладываться очень серьезные деньги. Серьезные деньги будут вкладываться в два новых региона Российской Федерации, это Севастополь и Республика Крым, опять же с акцентом на то, что там будет создана возможность тренироваться спортсменам сборных команд России. Что же делать регионам? Регионам рекомендуется принять такие концепции все-таки по строительству объектов так называемого массового спорта. То есть это объекты, залы спортивные, плавательные, бассейны, но возможно катки, хотя вряд ли катки могут вместиться в такую сумму, до 100 миллионов рублей. И открытые спортивные площадки, стадионы, так называемые плоскостные сооружения в сумме до 25 миллионов рублей. Вот на это будет сделан акцент. В принципе Кировская область готова продолжить свое участие в федеральной целевой программе. У нас спроектирована и подготовлена документация на несколько физкультурно-оздоровительных комплексов в таких муниципальных образованиях, как Советск, Зуевка, Сосновка, Вятско-Полянского района. Еще ряд муниципальных образований. И эти объекты недорогие, стоимость их порядка 50-60 миллионов рублей. Так что они очень даже подходят для того, чтобы с ними продолжить участие в федеральной целевой программе. Но раз заговорила о стройках, еще раз заострю ваше внимание на том, что мы будем строить в этом году. Как ни странно, я говорила об этом, наверное, уже раз в 20 по телевидению и в своей передаче, и в интервью многим каналам. Но буквально там снесли меня звонками интернет-порталы и мои коллеги с других радиостанций, корреспонденты с телевидения, после того, как вышло постановление Российской Федерации по федеральной целевой программе на 2006-2015 годы. Вопрос у всех один и тот же. Кировской области выделяется 170 миллионов рублей, на что они пойдут? Дорогие слушатели, все интересующиеся, еще и еще раз рассказываю вам об этом. 100 миллионов рублей пойдут на завершение строительства грандиозного лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» под Кирово-Чепецком. И по 35 миллионов пойдет на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Демьяново, под Осиновского района, и на строительство такого же комплекса в городе Налинске. На самом деле, вот такая высокая сумма федерального софинансирования, это, еще раз хочу заострить на этом внимание, это, безусловно, заслуга губернатора Кировской области, с учетом того, что «Перекоп» получает федеральные деньги уже третий год подряд, там получается доля федерального софинансирования больше, чем 70%. С учетом того, что «Фоки» в Налинске и Демьянове общей стоимостью по 50 примерно миллионов рублей, и 35 мы получаем за счет федерального бюджета, сами высчитывайте процент, и вы поймете, что это очень приличные деньги за счет федерального бюджета. При нормах распределения, ну, при таких негласных правилах, ну, дают 20, ну, 30, если 50, то считается, что уже очень хороший показатель. Поэтому этот год для нас по показателю выделения федеральных денег очередной очень-очень хороший год. Сейчас осталась задача только все вовремя и качественно построить, и как следует отчитаться в Министерстве спорта. Еще одной глобальной задачей, которая предстоит Российской Федерации в отношении спорта на ближайшие годы, является задача по внедрению комплекса ГТО. Как бы, каким бы элементарным ни казалось решение этой задачи, но мы точно-точно столкнемся с массой сложностей при ее реализации. Потому как мы уже давно отвыкли от такого глобального подхода, и несмотря на то, что физкультура и спорт становятся популярной, но просто организовать работу фитнес-центра и организовать масштабную работу по поводу того, чтобы практически, например, все сотрудники какой-нибудь больницы или какой-нибудь школы, или какого-то предприятия воодушевленно пришли на стадион и дружно сдали нормы комплекса ГТО, об этом мы пока, к сожалению, только мечтаем. Но, опять же, с 2016 года комплекс ГТО становится вообще нормой жизни. Ему придается очень большое значение и дается очень высокий статус. Достаточно того, что обладание значком ГТО приравнивается к определенным баллам при поступлении в институт. Это очень важный момент и, наверное, готова уже призывать нас с вами всех к тому, чтобы начать готовиться к сдаче норм комплекса ГТО. Для начала хотя бы в интернете посмотреть, какие упражнения предлагаются для вашего возраста, но особо активных товарищей, может быть, уже пора призвать к тому, чтобы они подошли к своему руководству в том месте, где они работают, может быть, в коммерческой фирме или в бюджетном учреждении. И, в общем-то, уже начали ставить перед руководителем вопрос, а не сдать ли нам все вместе нормы комплекса ГТО. Управление спорта Кировской области со своей стороны готово вам оказать всяческую поддержку. Уже в этом году даже федеральный центр готов выделять кое-какие деньги для того, чтобы нормы комплекса ГТО стали более доступными для граждан. Выделяются на три, как бы сказать, центра по сдаче норм комплекса ГТО. Выделяются деньги для того, чтобы можно было закупить то, чего еще не хватает. Но эти центры будут стадион «Факел» на Ленинградской 1 и стадион «Иска». Также будет еще один центр, первая ласточка на территории области. Это стадион «Труд» в городе Слободском. То есть вот эти учреждения в рамках выделенных ассигнований с федерального бюджета сами будут решать, что же им еще пока не хватает для того, чтобы качественно организовать прием норм комплекса ГТО у всех желающих. Вот, наверное, это были самые актуальные вопросы, которые звучали на коллегии Минспорта. На самом деле не ощутила я какого-то шока, связанного с кризисной ситуацией. В общем-то все заряжены определенным оптимизмом и намерены работать в рамках тех планов, которые были, и не заметила, что какое-то снижение актуальности, накала. Так что спорт, ну, может быть, это и справедливо, даже в трудные времена остается в авангарде и несет людям здоровье и бодрость. И еще, ну, не знаю, с чем связано какое-то повышенное внимание к управлению спорта со стороны прессы. У нас как-то волнообразно этот процесс протекает, но не сговариваясь, несколько, опять же, средств массовой информации в последнее время мне задавали вопросы, связанные с отъездом ведущих спортсменов из региона. Но когда начинаешь беседовать, понимаешь, что информация у них несколько устаревшая. Как пример, ну, приводят Оксану Домнину. Мы все помним, когда Оксана уехала из города Кирова. И вот эта ситуация с фигурным катанием, которая была еще два года назад в городе Кирове, она, конечно же, не позволяла нам говорить о том, что мы способны, готовы оставить ведущих фигуристов в городе Кирове. Если на катке «Союз» вся школа фигурного катания тренировалась на 1 час 30 минут в день, при этом на катке было по 60 человек и мастеров, и начинающих спортсменов одновременно, то тут, конечно, не было и речи о том, чтобы готовить таких спортсменов уровня Оксаны Домниной. Но абсолютно несправедливо говорить о том, что у нас ситуация не меняется к лучшему. На сегодняшний день не знаю ни одного пловца, кто намеревался бы уехать из города Кирова по поводу того, что его здесь не устраивает либо тренер, либо условия для тренировок. Наоборот, вот на матчевой встрече, которая проходила осенью, встретилась со многими своими друзьями, коллегами из других регионов, которых не видела много лет. Ну, что тут говорить. Прекрасный бассейн, и очень многие нам по-хорошему завидуют. Конечно, есть проблемы, по-прежнему остаются в таком виде спорта, как легкая атлетика. И, наверное, многие из-за этого и задали вопрос. Потому что в прошлом году у нас уехали несколько сильных легкоатлетов из Кирова. Но, опять же, из-за того, что до сих пор у нас пока нет манежа легкоатлетического, современного. Но тот, кто внимательно следит за развитием спортивной темы в регионе, вы знаете, что запланировано строительство современного легкоатлетического манежа в Кирове по программе «Газпром детям». И эта работа ведется практически в ежедневном режиме, не останавливаясь. Так что наши мечты обещают в ближайшем будущем стать реальностью. Но, честно говоря, меня иногда то, что немножко напрягает, то, что ставят во главу угла, то, что вот у нас все уезжают, все плохо. Но, во-первых, это не так. А, во-вторых, много же наших земляков стало великими уже не здесь, не в городе Кирове. Наш там великий земляк, космонавт Виктор Петрович Цивиных, он же в космос полетел не из Кирова, но, тем не менее, он остается любимым нами, нашим земляком. Так же точно и Оксана Домнина, уехав в свое время из города Кирова, она все равно часть своей души оставила здесь, она постоянно общается со своим тренером. И во многом благодаря Оксане у той спортивной школы, которая ее вывела в люди, появился свой собственный дом «Каток Дымка». Ну, в связи с этим еще хотелось бы поделиться прекрасной новостью. Наша спортсменка, о которой тоже много говорили о том, что вот она там предательница, она уехала из города Кирова. И я говорю про Аню Альминову. На самом деле никакой предательницей она не является. Она в свое время уехала по той же самой причине, что не было условий для тренировок. Но на сегодняшний день Аня стала одним из ведущих менеджеров Российской Федерации. Она заняла должность помощника президента Федерации легкой атлетики России. Это для нас очень важно, то, что в Кирове вырастают такие люди. И в дальнейшем, конечно же, они, не забывая свой родной регион, всячески и всячески стараются нам помогать. Вот в связи с назначением Ани на такую должность, думаю, что вопрос о легкоатлетическом манеже в городе Кирове будет уже двигаться в несколько иной плоскости и будет реализован более успешно. Но хотела остановиться на мероприятиях, которые проходили в прошлом месяце в Кирове. Ну, наверное, лучше расскажу о результатах, которых добились наши спортсмены вот за последнее время. Начну с игровых видов спорта. И, может быть, не с команд самого высокого уровня, но с тех команд, которые, тем не менее, всегда у нас на виду и пользуются огромной популярностью. Многострадальный хоккейный клуб «Вятка» обрел свой новый дом на катке «Дымка». Ребята стали спортсменами спортивной школы «Дымка». И вот за прошедший сезон они в первенстве России провели 36 матчей, из которых проиграли только три. Триумфально заняли первое место в зоне по Волжье группе «Б». И в эту субботу их с этим успехом поздравит губернатор. Все тренеры отмечают то, что с тем моментом, когда у них появились лучшие условия для тренировок, результат не заставил себя долго ждать. Еще одни хоккеисты порадовали нас. Это представители спортивной школы «Олимпия». Ребята в играх формата «Золотая шайба» в Ульяновске с 16 по 23 марта заняли второе место. И этот результат позволяет им принять участие в финальных играх соревнований «Золотая шайба», которые пройдут в апреле в Краснодарском крае. Так что и хоккейные результаты самых маленьких у нас ребят постепенно растут. Но я уже не говорю о команде «ЮХЛ», которая является подразделением молодежного хоккейного клуба «Олимпия», которая также занимает ведущие позиции сейчас в первенстве России. И благодаря ее успехам городу Кирову досталась честь, так скажем, провести финал на двух катках на катке «Дымка» и на катке «Олимп-арена» с 25 по 29 апреля. В первенстве будет проходить финал первенства России в формате юношеской хоккейной лиги. Высочайшие результаты вновь показали ледолазы. Кащеева Екатерина Вагин-Алексей стали чемпионами мира, который недавно проходил в городе Кирове. Трапезников Егор занял третье место. Снова стабильно, хорошо выступила на этапе Кубка мира Бутурина Елена, представительница гиревого спорта. Она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Время заканчивается, но не могу не сказать о блестящем выступлении Алексея Суворова на финале Кубка России по конькобежному спорту, который с блеском выиграл дистанцию 1500 метров. И его одноклубники Трегубов Егор, Горошников Андрей вместе с Алексеем Суворовым в командной гонке завоевали серебряную медаль. Очень приятно то, что можно перечислять наши достижения долго, о них можно прочитать на сайтах управления спорта. А я на сегодня прощаюсь с вами, дорогие друзья. В следующий раз мы встретимся с вами через месяц. Если кого-то интересуют такие узкие спортивные темы, я готова поговорить и о них в формате своей передачи. Задавайте вопросы на сайте eho.kirova.ru Можете писать в управлении спорта, в соцсети. Любым доступным способом задавайте свои вопросы. Всего доброго. В студии была Светлана Медведева.